У вас есть друг, которого вы цените как человека, но как только появится мужчина, ему волчий билет. То есть я как бы, ну я обозначу, что там, да, как бы, ну, вот, всё, появился молодой человек, и скорее всего он будет против. То есть я как бы, ну, даже спрашивать не буду, и... Я это максимально осуждаю, но в этом ролике я не успею это обсудить. Здесь будет разбор его личности с точки зрения психологии. Поскольку он человек публичный и эгоцентричный, он не всегда в силах контролировать свою речь. Сейчас везде вылезает его физиономия, маркарям повсюду. Трудно представить, сколько в его штабе пиарщиков, которые нарезают шорсы и продвигают его продукт. А блогеры подхватывают. Он сейчас имеет большое влияние, с этим трудно спорить. Уметь расположить собеседника и войти в доверие его козырей. Я считаю, что он освоил переговорный процесс в совершенстве. Очень хитер, много с кем общается, хорошо чувствует оппонента, умеет скрытно манипулировать. Постоянно перехватывает инициативу в беседе. Жадно хочет взять весь фокус внимания на себя. Я могу посмотреть, когда человек что-то наливает, кому он наливает, себе или тебе. Я могу посмотреть, например, я уроню вещь и посмотрю, будет ли он микродвижение дернуться и поднять. Если он сидит столбом, все, это уже определенный вывод о том, насколько он настроен на дружбу, диалог, долгосрочные отношения. Арсен признавался в том, что он оказывался жертвой буллинга в школьные годы, но в этом нет ничего такого. Это достаточно распространенная история. Возможно, именно это и сподвигло его стать тем, кем он стал. Да, иногда он чрезмерно грубо и жестко высказывается о женщинах, но скорее о тех женщинах, которые этого заслуживают. То есть он говорит конкретную правду с пруфами. И возможно, он оберегает и предупреждает молодое поколение о возможных последствиях взаимодействия с такими женщинами. В этом же есть польза. Напишите в комментариях, друзья, что вы думаете. Арсену сейчас 29, но он очень рано начал. Он уже в 19 лет раздуплился и разозлился на жизнь. На него почему-то меньше повлияли зомбирующие программы. Я считаю, что в 18-19 лет осознать себя и понять, что к чему и что нужно делать, это очень рано. Почти уверен, что Арсен также ознакомлен с лекциями Жака Фреско. И он точно посвящен в такие моменты, что каждый человек – это продукт его культуры и общества. Чем больше славы, тем больше хейта. Но я не вижу, за что его так яро критиковать. Лично я подчерпываю только пользу. Хорошо формирует мысли и подает информацию. Эрудирован, опытен и начитан. Без бумажки. Смотря оппоненту в глаза, может формулировать интересные и сложные предложения. Ценность личности строится на базе ее действий. То есть у тебя есть желание иметь высокую самооценку, просто стань такой личностью, которой эта самооценка будет соответствовать. Намного лучше, чем его конкуренты в этой же сфере. Секрет успеха Арсена заключается в том, что он искренне честен и откровенен со своей аудиторией. И многое из того, что он говорит, можно проверить. Он же не надевает эту маску технолога, менеджера и продавца. Не бегает и не увиливает от острых вопросов. Он с уважением относится к своей аудитории. Конечно, у него, как и у всех, есть хейтеры. Возможно, их он недолюбливает. Он не развращает и не растлевает молодежь. Можно сопоставлять то, что он говорит в ютубе, с тем, что происходит в реальной жизни. И смотреть состыковочки и несостыковочки. Тем самым тренируя свой процесс мышления. Говорят, Арсен инфо-цыган и продает воздух. Так он полезную инфу не продает. И полезные философские откровенные рассуждения. Все в ютубе в открытом доступе бесплатно. Сотни его фанатов нарезают видосы из подкастов с его выступлениями. Также в ютуб сливают материалы с его закрытого канала. У него есть задача продавать и завлекать. Мы живем при капитализме. Те, кто хейтит Арсена и критикуют, и говорят о нем в любом ключе, играет ему также в плюс. Кто-то как-то сказал, «Пусть лучше меня ненавидят, чем будут ко мне равнодушны». Это реалии жизни, но это хреновый тренд. Но посмотрите на конкуренцию. Везде идет борьба за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова